здравствуйте уважаемые трейдеры сегодня как и прежде с вами обсудим фундаментальные события и их влияние на динамику основных торговых инструментов и давайте начнем с вами с валютной пары британский фунт к долларам сша пара выросла в среду после того как данные отчеты показали о том что инфляция великобритании достигла более чем девятилетнего максимума в прошлом месяце и это подогревает ожидания того что банк англии может действовать раньше и повысит ставки потребительские цены великобритании выросли на 3 2 процента в годовом исчислении в прошлом месяце что является самым большим ежемесячным скачком годового показателя как минимум за 24 года сейчас пара консолидируется на уровне 1 385 прорыв прорыв вверх и закрепление на котором может спровоцировать рост к отметкам 1 388 389 далее поговорим о валютной паре доллар сша к японской иене где доллар уверенно снижался против иены в среду и проходил вниз уровень 109 и 5 давление на позиции американской валюты по-прежнему оказывает неудачная макроэкономическая статистика из сша под динамике потребительской инфляции за август рост цен замедлился до 6 месячных минимумов отражая некую стабилизацию ситуации с инфляцией о чем неоднократно сигнализировала фрс сша вполне вероятно что на фоне замедления темпов роста потребительских цен регулятор не будет спешить со сроками сокращения программы количественных смягчения однако этот вопрос пока остается открытым в свою очередь умеренное давление на позиции иены вчера оказала слабая макроэкономическая статистика из японии например индекс активности сферы услуг в июле снизился на 0 6 после роста на 2 и 3 процента в июне объемы заказов на продукцию машиностроения в июле также резко замедлились с плюс 18 и 6 процентов годовом выражении до плюс 11 1 процента что оказалось хуже прогнозов поэт потому как ожидали прироста объема заказов на уровне 15 и 7 процента пока пара находится выше уровня 109 и 1 такой некой нижней границы проторговки можно аккуратно делать ставки на повышение однако при прохождении этого уровня вероятно еще одно резкое падение в район 108 850 108 700 и опять же возвращаемся с вами к динамике цены американскую нефть wti она закрылась повышение на 3 1 процент в среду почти на семинедельном максимум по 72 и 6 доллара за баррель и это самый сильный рост по итогам более чем за три недели нефть торгуется менее чем на 4 доллара ниже трехлетнего максимума в 76 долларов достигнута в середине июля покупательский бум был вызван усилением склонности инвесторов к риску так как фондовые рынки в сша выросли а очередное недельное падение запасов нефти топлива также сокращение добычи сша вызванная ураганом также поддержала цены учитывая рост за последние недели вполне можно ожидать что розничные цен на бизнес в сша могут достигнуть нового семилетнего максимума на этой или на следующей неделе и это способно спрогнозировать дальнейшую инфляцию на другие товары и услуги при таком сценарии после возможно небольшого отката цен можно ожидать роста котировок уже до уровня в 74 доллара и главные экономические события на сегодня это выступление главы европейского центрального банка на тему монетарной политики и ее дальнейший перспектив начало выступления ждать 15 часов по восточноевропейскому времени и уже через 30 минут после этого 15 30 будут важные отчеты по розничным продажам в америке эти две новости могут вызвать существенную волатильность на рынку на рынке в период их выхода тем более не выходят практически в одно время друзья у меня на этом все в очередной раз вам спасибо за внимание желаю вам успешной торговли